Генеральный директор фабрики народно-художественных промыслов Елецкие кружева Мария Карлина с нами. Мария Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Расскажите нам, пожалуйста, историю Елецкого кружева. Промысл зародился в 1801 году, официальная дата. После отмены крепостного права образовалось объединение кружевниц. Фабрики наши 102 года. Ранее одна треть кружева России это именно Елецкие кружевницы. Наша кружева отличается от других своей ажурной тонкостью, элегантностью. Мы работаем как с парной, так и с цепной техникой. На фабрике работают художники по кружеву и по вышивке. На фабрике у нас два промысла. Второй это вышивальный. Правильно мы понимаем, что все это по-прежнему, как и в те времена, о которых вы говорили, делается вручную? Есть кружевоплетельные машины, но это мерная кружева. Аналога нашего кружева нет. То есть у каждого региона есть место бытования промысла с его отличительными чертами. То, что сделано рукой человека, невозможно повторить на автоматах. Наши кружева самые тонкие, самые ажурные, самые воздушные. Вот знаете, вопрос современной барышни, а куда вот такое носить? Кружева, они всегда были актуальны и всегда в моде. То есть дизайнеры, не только в России, используют всегда кружево. И сейчас стиль а-ля рус. И все равно в России это действительно актуально сохранять культурный код. А скажите, а вот у вас реализация как происходит? И о цене сразу, сколько это все стоит? У нас ценовая политика от 200 до миллиона и плюс. Реализуем мы не только по России, но и страны зарубежья. Есть частные заказы. Также у нас работает интернет-магазин. И магазин у нас в Воронеже, Липецк, Елецк, масс-маркеты. Спасибо, Мария Карлина, генеральный директор фабрики народно-художественных промыслов Елецк. А кружева?